В дни попраздненства Рождества Христова Православная Церковь вспоминает 14 тысяч убиенных вифлеемских младенцев, которые почитаются как первые мученики за Христа. В этот день руководитель отдела религиозного образования и катехизации Екатериндарской пархии, отец Александр Игнатов, посетил абортарий. Ведь всегда можно попытаться спасти тех, кто еще жив в утробе своих мам. А женщин, которые стоят перед этим страшным выбором, предупредить о грехе аборта, предложить помощь и духовно поддержать. Это всегда промах, это всегда ошибка. Теперь смотрите следующий момент. Не хочу, вот просто не хочу, как хотите, не хочу. Но отсюда есть только один путь. Один. Либо ты выходишь мамой, либо ты выходишь преступницей-убийцей. Мне легче вот сделать. То есть легче убить и все, знаешь... Ну потому что потом меня будет совесть мучить и думать, вот я сдала своего ребенка в детский дом. А не будет совесть мучить, что я его убила под собственным сердцем? Нет. То есть эта совесть не будет мучить? Наверное, нет. Наверное? Вот, будет. Это как священник говорит. И что бы отец Александр вам не сказал, вы находите доводы. И пользуйтесь тем моментом, что маленький человек, который уже находится внутри вас, он не может ответить, он не может дать никакой реакции вам, он не может повлиять сейчас на вас. Мы не знаем, что с нами будет завтра. Если бы я забираю меня через год, я бы родила. Если бы как-то... Я бы подумала еще. Но сейчас... А через мою когда-нибудь? А кто определяет время? С чего вы взяли, что вы определяете время? Почему не Бог? К сожалению, в головах многих людей остались стереотипы о том, что зародившаяся жизнь – это всего лишь плод, а не ребенок. Разве вы не воспринимаете, что вы сейчас готовитесь убить своего ребенка? Это больше. Там еще и эмбрион. То есть там еще не живой человек? Мы уже говорим, что там бьется сердце? Давай. Ну, если дядь, что бьется на рожде, что по факту там... Что, побег? Эмбрион. Нет, вы знаете, это... Там получеловечек, эмбриончик там. Будем надеяться, что до кого-нибудь из присутствовавших достучится слово священника и слово доктора. И кто-то, услышав, сохранить жизнь своему малышу, как это сделали те женщины, которых отец Александр посетил в роддоме. В отделении, где мама еще только готовится к рождению малышей, батюшка пожелал помощи Божьей и сохранять спокойное состояние духа. Никогда не сомневайтесь. Бог дал, Бог и поможет. Потому что Он всегда рядом. А любящим Бога все содействует по благу. Пусть Господь вас укрепит, поможет вам. Успокойтесь, пожалуйста. Помогайте докторам. Вот несмотря на нас, доктор говорит, не волнуйтесь. Не волнуйтесь, успокойтесь. У вас все будет хорошо. И поверь в вашей, говорит Христос, да будет вам. Вот я желаю, чтобы поверить в радость своей жизни, которая действительно поможет вам в жизни до конца вашей жизни. Вас как зовут? Александр. Огради, Господи, силой честна, дожитывающей Христа, и сохрани от святого зла. Желаю вам благополучного защитца от времени. Оградив здорового. Ждем вас на кресте. Всем сотрудникам и мамам отец Александр подарил книги священного писания и сладкие подарки. В этой книге святого завета нового, Господа нашего Иисуса Христа, есть такие слова. Хотите, я вам процитирую, что сказано о беременной женщине. Бог не обошел никого, даже женщине, которую носит под сердцем малыша. Христос сказал, женщина, когда рождает, терпит скорбь. Но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что человек родился и умер. С Рождеством Христовым! Как хорошо, что появляются дети, и жизнь продолжается. Любовь матери и ребенка. Что может быть сильнее ее? Какая радость для женщины, особенно в рождественские дни, держать на руках своего рожденного малыша? Христос посреди нас и есть, и будет!